итак друзья есть ли у нас с вами эфир проверим если у нас эфир с вами видите ли вы меня слышите ли вы меня если вы меня видите если вы меня слышите то напишите пожалуйста в чатике слышно ли меня и видно ли меня да есть видно и а также слышно так друзья я напоминаю что полным ходом пока вы все подключаетесь идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской подчеркиваю это не является рекламой я делаю информационное сообщение определенному кругу лиц это сообщение не оплачено никем соответственно не требует маркировки по закону дать ссылка на ссылка на страницу находится но сейчас не находится но а может и сейчас я сделаю давайте сейчас сделаю а нет не сделаю или сделаю посмотрю может сейчас сделаю чтобы она у вас перед глазами находилась так окей народ подключается хорошо много лет назад я прочитал есть такой хороший очень писатель михаил белья и было время когда он писал еще лучше был еще более хорошим писателем чем он является сейчас вот он свое время написал такой рассказ под названием испытатели счастья рассказ был сделан в духе таких в духе советских рассказывать кстати говоря вот это советская советская такая стилистика она дилеру удавалась лучше всего и в чем суть истории в духе искателей гранина есть некая группа молодых ученых которые занимаются созданием некого прибора который определяет уровень счастья и туда назначают какого-то начальника который такой вот ну такой советский начальник да такой горящий работой со вторым инфарктом курящий беломорины ночующий на работе и так далее так далее да то есть такой вот без личной жизни без всего весь такой вот такой замороченный и значит они делают этот прибор и значит я не помню начальник до умирает или после то есть ну естественно что все для него это там последняя работа последний подвиг который он совершает и после этого после этого он погибнет ир ты стучишь и мне это мешает и значит какой то момент они замеряют у всех участников замеряют уровень счастья и оказывается что вот у этого самого начальника замороченного уровень счастья самый высокий типа 97 процентов ну примерно я рассказ читал очень давно лет 30 назад поэтому в деталях могу ошибаться но вот смысл такой так чему я все это рассказываю к тому что достижение счастья является нашей целью да то есть если мы попробуем посмотреть на то что такое счастье счастье это заявленная цель каждого человека то есть мы все стремимся к счастью то есть каждый человек стремится к своему личному счастью до человеку общество стремится к общественному счастью страна стремится к счастью всех граждан Человечество стремится, опять же, к некому всеобщему счастью. При этом любая история, она про что? Она про то, что есть некий герой, который идет к какой-то цели. То есть, с точки зрения структуры, любая история, она про то, что был герой, у него была какая-то цель, он к этой цели шел. И либо достиг этой цели, либо не достиг. Вот все, фундамент истории. Почему история устроена именно так? Потому что жизнь устроена так. Но при этом, если мы… Есть парадоксальная вещь, которая известна каждому, кто хоть раз пытался достичь счастья. Все мы, безусловно, пытались это сделать. Если мы стремимся непосредственно к счастью, мы не можем его достичь. То есть, это такая цель, ускользающая, бесконечная от нас. Это значит, что целью должно быть что-то другое. А что должно быть целью? Да, то есть, если мы стремимся к счастью, мы счастье не достигаем. Но если мы стремимся к чему-то другому, то в процессе стремления к чему-то другому мы можем достичь счастья. Именно из-за этого возникают всякие вот эти парадоксальные формулировки, типа у самурая нет цели, есть только путь. Да, то есть, если у тебя нет цели, да, то тебе не важно, куда идти. Да, то есть, ты путь будешь проходить, даже если ты будешь ходить до туалета и обратно. Сделает ли это тебя самурай? Будет ли это хождение туда-обратно путем с большой буквы? Нет, не будет. То есть, путь с большой буквы возникает только тогда, когда есть цель с большой буквы, и когда вы к этой цели движетесь. Насколько понятна эта мысль? Мне сейчас важно, чтобы вы четко понимали, что мы с вами в течение этого года не будем стремиться непосредственно к счастью. Я очень далек от мысли, скажем, создать некий механизм закачки позитивных эмоций, да, куда вот у нас будет источник такой. Зашли, сфоткались с улыбкой, зарядились от остальных и дальше пошли улыбаться. У нас в течение этого года, я предполагаю, что будут происходить самые разные события. И грустные, и веселые, и страшные, и печальные. Это не значит, что что бы ни происходило в вашей жизни, надо улыбаться. Это не сделает вас счастливыми. Если будут печальные события, будем печалиться. Если будут ужасные события, будут, будем ужасаться. Вот, поэтому, нет, мы не будем застревать в одной какой-то эмоции. И наша цель здесь, за этот год, да, хотя она, как бы, заявлено, достижение некого фонового ощущения счастья, да, стремиться мы будем не к счастью. И для того, чтобы получить это ощущение, нам нужно сформулировать какую-то цель, и надо к этой цели двигаться. И вот мы с вами первые несколько занятий, мы будем именно этим заниматься. Правильной формулировкой целей, расстановкой приоритетов, потом строительством планов, и так далее, и так далее. И если вам там может показаться, что, типа, а что такое, зачем так долго этим заниматься, давайте быстро сейчас, за пять минут, я знаю все свои цели. За пять минут все это сделаем, а потом перейдем, собственно, да, а дальше будем радоваться. Нужно и так. Да, и давайте мы, на этой неделе мы сходим на массаж, на следующей неделе мы давайте устроим, не знаю, пьянку, да, на позаследующей неделе там, на свидание пойдем, сюда, вот будем радоваться. Сделать ли это у нас счастливыми? Я думаю, что нет. То есть мы можем порадоваться, но это не поможет нам построить фундамент по-настоящему счастливой жизни. Поэтому я считаю, что радость – это далеко не самая простая тема в жизни. И далеко не все я досконально знаю в этой теме. Тут очень много разных парадоксов скрывается. Хорошо, идем дальше. Что же такое цель? То есть для того, чтобы поставить цель, нужно понять, а что же такое цель вообще? То есть это вот всегда нужно, мы в языке существуем, мы засыпаем и как бы едем по этой привычной дороге. Мы произносим какие-то фразы, даже не вникаем в них. Я вот сегодня задал провокационный вопрос с утра. Может ли веган быть хорошим человеком? И все, естественно, вцепились в понятие вегана, и там тут же начались какие-то споры. А для меня это вопрос про другое совершенно. Это вопрос про то, а что такое хороший человек? Давайте я по-другому сформулирую этот вопрос. А может ли блондин или грюнет может ли быть хорошим человеком? А может ли инвалид быть хорошим человеком? А может ли русский быть хорошим человеком? Да, то есть и тут у нас пространство для размышлений открывается очень-очень большое. А может ли мужчина быть хорошим человеком? А может ли женщина быть хорошим человеком? А может ли ребенок быть хорошим человеком? А может ли убийца быть хорошим человеком? И вот это все вопросы очень перспективные для самопознания. Время от времени их стоит задавать. А может ли человек быть хорошим человеком? Может ли я быть хорошим человеком? Если человек оценивает себя, может ли он себя считать хорошим человеком? Или это всегда кто-то другой должен оценивать? Ну хорошо, немножко мы отвлеклись, для чего я это делаю. Не для того, чтобы время потянуть, а для того, чтобы вы поняли, что темы мы с вами разбираем очень и очень непростые. И надеюсь, и выводы у нас тоже будут, скажем так, выводы, которые нам помогут в жизни. Так что же такое цель? То есть, казалось бы, вопрос абсолютно очевидный. Я вас когда спросил в прошлый раз, а есть ли у вас цель? Многие говорят, да, все, цель есть. Хорошо, я вам завидую, вашей уверенности. Я свои цели все время корректирую, пересматриваю и пытаюсь понять, что меняется. То есть, каждый шаг меняет, что-то меняет в понимании цели. Что же такое цель? Цель – это что-то, к чему мы стремимся, казалось бы. Кто является источником цели? Откуда она берется? Источник цели – это желание. То есть, мы чего-то хотим. У всех людей есть какие-то желания. Их много, они разнонаправленные. Я хочу есть – вот поел. Я хочу секса – вот там, нашел в себе пару, совокупился с ней. Я хочу безопасности, я хочу крышу над головой, я хочу развлечения какое-то и так далее. Не всегда возникшее желание ведет к каким-то действиям в сторону объекта желания. То есть, не всегда желание превращается в цель. Ну, например, те, кто меня давно читают, знают, что я из маленького поселка под названием Сямжа. И я из этого поселка уехал 32 года назад. При этом я продолжаю сохранять какую-то связь с этим поселком. Сам себя, несмотря на то, что я в Москве живу уже третий десяток лет, я не считаю себя москвичом. Я считаю себя сямжинцем. И связь, эмоциональная связь с родным поселком у меня довольно сильна. И я часто, когда устаешь эмоционально, начинаю думать о том, что плюнуть на все, приехать в Сямжу, купить там дом и жить там спокойно до конца. И я фантазирую о том, где бы я этот дом построил, какую баню бы я поставил, как бы я мебель расставил, где бы проигрыватель с пластинками и так далее. То есть, фантазии какие-то. Что бы я делал, те же самые сидел бы, вебинары вел, как бы гулял, на речку ходил бы купаться, на лыжах кататься и так далее. Этого никогда не будет. То есть, я знаю, что я этого не сделаю. Ну, там по ряду причин. Прежде всего, потому что это воспоминания. То есть, сямжи, в которой я жил в детстве, ее уже нет, она совсем другая. Часто люди фантазируют о сексе со знаменитостями. Бывают мимолетные желания. Мужчина увидел красивую женщину в метро и мгновенная фантазия какая-то по ее поводу. Или женщина увидела мужчину и пофантазировала что-то по поводу него. При этом не возникает, то есть, человек не делает никаких действий для того, чтобы действительно с этим человеком начать встречаться, завести роман, жениться, завести детей и так далее. То есть, фантазия возникла, действий никаких не происходит. Или, например, люди фантазируют о том, чтобы у меня было, не знаю, кольцо всевластия какой-нибудь. Или, чтобы у меня было неограниченное количество денег. Вот, что бы я делал. Вопрос. Бывают ли у вас фантазии, мечты? То есть, мечтаете ли вы когда-нибудь о чем-то, чего сто процентов в вашей жизни не будет? Да, например, я мечтаю о том, что вот было бы здорово взять и на каком-нибудь острове, я очень люблю Грецию, например, на Крите, там есть на юге, есть такая небольшая деревенька, я не помню, забыл, как она называется. Там пещеры, в которых жили там Боб Дилан, Кэт Стивенс, Джонни Митчелл, и вот в этой маленькой деревеньке построить такой поселок мастеров, делать там мастерская наша сценарная, естественно, кинотеатр открыть, театр, проводить фестиваль, а на юге почему? Потому что, ну, юг, солнце, море, вот, и чтобы это была такая международная история, чтобы из Африки люди приезжали, из Европы, из Америки, из России, отовсюду, и вот чтобы там такая движуха была культурная. Я понимаю, что этого никогда не будет. Да, то есть, и возникает какая-то фантазия, да, то есть, мечта, которая точно никогда не осуществится. И мы в свое время с Николаем Калядой, драматургом, общались как-то, и он сказал, говорит, ты знаешь, я иду, говорит, по городу, вижу какие-то здания, мы с ним интервью записывали, и он, значит, а там такое помещение, там бывшая мануфактура, значит, и он такой смотрит, вот, говорит, вот тут бы театр сделать, вот тут сцена, тут это самое, тут зал, вот тут это самое, вот я бы тут такой театр сделал. Вот, и он говорит, я все время, говорит, хожу, смотрю на разные здания, думаю, какой бы я тут сделал театр. Вот я так уже много лет, я хожу и думаю, вот какую бы я тут сделал бы киношколу. Да, то есть, я любое здание, я смотрю, я вспоминаю еще, когда Коле я учился, да, я смотрел и думал, вот какое бы я в здании школы сделал бы мастерскую. То есть, я уже тогда хотел делать литературную школу. Вот, да, я понимаю, что этого не будет никогда. Вот, и это неплохо, на самом деле, да, то есть, это, чем это полезно? Это полезно для расширения горизонтов мышления. Да, мы мысленно тестируем наше желание, мы проигрываем его в своем воображении. И полезно пройти по этому пути, посмотреть, а что будет так, что будет сяк. То есть, я понимаю, например, проигрывая свое возвращение в сякжу, да, я понимаю, что если я это сделаю, да, в итоге будет вот это, будет вот это, будет вот это. Я потеряю то, потеряю все, потеряю вот это, потеряю то, и в итоге ничего хорошего из этого не получится. То есть, я мысленно играю в эту историю, проигрывая этот сюжет до конца. И, может быть, так, очень многие мне известны люди, которые, как бы не обладая фантазией, не проиграв этот сюжет в своем воображении, осуществляют эту историю в реальной жизни. Да, и в отношениях, в переездах, да, придумали себе какую-то историю, переехали и стали несчастны, разрушили свою жизнь. Придумали себе какую-то историю в отношении с каким-то человеком случайным, да, разрушили семью, да, а новой не построили. Да, почему? Потому что не прожгли мысленно, не промечтали, что будет дальше, не просчитали. Вот, поэтому мы, как бы, мысленно тестируем желание. Поэтому я советую это делать. То есть, ничего в этом вредного нет. Единственное, что не нужно путать мечты и не нужно путать реальные цели. Кроме того, мечта – это то, что дает энергию, это то, что помогает зарядиться. То есть, мечтать полезно. Просто не надо путать мечту и свои реальные цели. То есть, нужно себе четко понимать, да, вот это сейчас мечта. Помечтал, посмотрел, покрутил так, покрутил сяк, понял, что нет, туда мы не пойдем. Или понял, что да, я снова и снова возвращаюсь к этому, значит, наверное, мне надо это сделать. Что еще бывает? Ну, вот бывают такие навязанные кем-то мечты. Например, увидел у кого-то крутую машину. Вот, ну, я там к машинам равнодушен совершенно. Но я эмоцию, я понимаю. То у меня ни разу, по-моему, за все время моей жизни, у меня, я не умею водить, у меня нет прав. И хотя я сдавал все время на права на мотоцикл и на трактор. Вот, но так ни разу, ни разу их так и не получил. Но я понимаю, увидел красивую игрушку, да, захотел купить. Вот купил, да, у него такая машина и у меня такая машина, да. Вот, окей. Ну, вот я, например, там, мне нравятся часы. И я в них разбираюсь, да, я понимаю, какие часы хорошие, какие часы плохие. Вот, и мне, у меня такое не раз было, когда я видел у кого-то крутые какие-нибудь часы. И меня прям замыкало, что вот я хочу, давайте я вам прям даже покажу часы. Я в свое время учился у Андрея Паравеллума много лет назад, 8 лет назад. У него были вот такие вот часы, редкое, редкое, достаточно, это часы Техномарин, коллаборация с Хаммером. То есть это Хаммер, машины такие. Вот прям они мне очень нравились. Вот, и я там год их искал, пока нашел, купил. Они дорогие достаточно, их сейчас уже не выпускают. Вот, приобрел. Потом у кого-то также увидел часы паноральные. Они мне тоже очень понравились. Я их во Флоренции видел, там, где у них основная фабрика. И вот прям хочу, вот хочу я эти часы. Ну, окей, хорошо. Та марка часов, которая мне нравилась, они стоили около миллиона. Вот, может быть, кто-то помнит мой эфир с Таней Мужицкой где-то года три назад, когда я говорил, что все, я вот прям, я хочу эти часы. Я их купил в итоге. Они стоили там, не миллиона, но типа около миллиона. 800, 880 тысяч рублей. Вот, и я их поносил какое-то время, и они мне перестали, я почувствовал, да, что цель как бы достигнута, и все, они радость мне перестали приносить. Сейчас я ношу, вот уже три года я ношу, там, элементарнейший дешевый G-Shock за 500 токов. Вот, да, у кого-то престижный диплом, кто-то увидел, а вот там диплом МГУ, хочу получить диплом МГУ. Я тоже там в свое время, вот, хотелось мне получить диплом в ГИКе, отучиться во ВГИКе. Я отучился во ВГИКе, получил второе высшее образование во ВГИКе. Да, у кого-то, кто-то увидел, что вот кто-то прыгает с парашютом, хочу спрыгнуть с парашютом. И я называю это хотелки. Да, то есть вот хочу что-то, то есть мне ничего, это я, естественно, возникает какая-то рационализация, да, то есть я хочу эти часы, потому что это престижно. То есть, что люди будут видеть, и что, а, вот у него дорогие часы, он, наверное, там, хорошо зарабатывает и так далее, и так далее. На самом деле, всем пофиг, вообще всем насрать. Да, то есть, что я носил часы за миллион рублей, и что я ношу часы за 500 долларов, с тем плевать. Ну, вот возникает такая вот мысль, что если у меня это будет, я буду там круче выглядеть. На самом деле, ничего подобного. И вот возникает такая хотелка. Хотелка, она вам ничего не дает, кроме того, что вы увидели это у кого-то, и вам это тоже хочется. Что с этим делать? Ну, логично предположить, давайте так, вот если у вас что-то, что вы назвали бы хотелкой, да, то есть это не желание, не цель, а это вот именно хотелка. Хочу такую вещь. Я, давайте сразу оговоримся, что я, у меня нет сразу такого вот негативного отношения к хотелкам. Сейчас мы это разберем. То есть, я считаю, что в некоторых случаях хотелки надо осуществлять. То есть, я это абсолютно далеко от мысли осуждать. Да, я вам только что рассказал историю, как я со всей своим высоким уровнем осознанности и так далее, и так далее, да, вот осуществил хотелку за миллион рублей. Дом в Италии, да, у меня, вот прямо сейчас у меня, я осуществляю хотелку увидеть кубики на животе у себя, да, то есть это ничего вообще не дает, всем плевать, да, даже здоровье это не дает, да, то есть ничего не дает. Ну, вот хочу, вот хотелка, да, такая хочу в 50 лет задрать майку, сфоткаться на телефон, сфоткать кубики, да, и чтобы мне не стыдно было такую фотку выставить. А вот иду сейчас к этой цели, да, и я прям признаю, что это хотелка именно, что она ничего вообще ничего не дает. Вот, а что делать с этими хотелками? Я считаю так, что хотелки, они дают положительные эмоции. То есть, вот вы видите, что у кого-то там крутые часы, да, хочу такие часы, а могу себе позволить, могу себе позволить, куплю, буду ходить в этих часах, увидела там девушка, увидела сумочку у кого-то, хочу себе такую сумочку. Могу купить сумочку, купи, в чем проблема, хочу жить в красивом отеле на берегу моря в отпуске, да, могу себе позволить, да, буду жить в отеле на берегу моря, прилечу бизнес-классом. Вот, то есть, если осуществление этой хотелки вам не вредит, я считаю, что хотелки надо осуществлять. И нужно смотреть на людей, нужно завидовать, да, то есть, это двигатель, и нужно спокойно себе эти слабости позволять. Единственное, что нужно делать, это сознательно, да, то есть, вот я смотрю и вижу, да, вот я это хочу, я это сделаю, почему бы и нет. Но это не значит, что я сделаю это, там, не знаю, разрушив жизнь моих близких, уничтожив свое будущее, залезу в кредит, который 10 лет буду выплачивать, да, и так далее, и так далее. То есть, если это никак меня не разрушает, да, то есть, там, что касается часов, я знаю, допустим, историю про одного своего знакомого, который купил, кстати, как раз-таки часы Панорай, купил вместо ремонта. То есть, должен был делать ремонт в квартире, вместо этого, вот хотел-то, приспичило, увидел эти часы, взял на все свои деньги, сколько у него было, вместо ремонта купил себе часы. Ну, ел дальше, дальше несколько месяцев эти часы ел. Вот, поэтому можно это делать, да, и в свое удовольствие эти хотелки осуществлять. Но единственное, что приоритеты, да, должны быть такие, что сначала я осуществляю свои цели, потом я осуществляю свои хотелки. Как проверить, как понять, в какой момент желание превращается в цель? Я долго думал, тестируя, опять же, свои какие-то желания, свои цели, да, смотрел, как понять, есть ли какие-то критерии объективные, когда желание превращается в цель. Мне кажется, что такие критерии существуют. Ну, первый критерий – это устойчивость, да, то есть, хочется в течение долгого времени. То есть, ну вот, три года прошло, все еще это хочу. Значит, наверное, ну, надо это осуществить. Пять лет прошло, все еще хочу. Да, то есть, время проходит, а желание не исчезает. То есть, бывает так, возникла какая-то хотелка, полгода прошло, забыл, через полгода вспомнил, что я реально этого хотел, ерунда какая. Вполне без этого могу прожить, чтобы еще какие-то усилия делать по этому поводу. Второе – это сила, интенсивность переживания. То есть, хочется этого и хочется сильно. Прям вот надо мне это. Вот, если, опять же, да, если оно достаточно интенсивно, да, причем так хочется, что вот ни с чем не спутаешь. Дальше. Принесет пользу мне, да, то есть, когда мы начинаем это рационализировать, мы понимаем очень часто у людей вот это желание. Да, я это сделаю, я погибну, но я отдамся этому мужчине или пересплю с этой женщиной. Да, я погибну, но брошу вызов какому-то противнику. Да, то есть, нужно проверить осуществление этой цели. Мне вообще пользу принесет какую-то или принесет только вред? Опять же, очень часто общество навязывает, членам общества, да, навязывает свои какие-то цели, которые не ведут к пользе для этого человека. То есть, общество заставляет человека сделать что-то, что ему делать на самом деле не надо. Ну, и, наконец, последнее, это экологичность. Принесет ли это пользу миру, да, то есть, надо все время смотреть и на соотношение личной пользы и соотношение общественной пользы. Да, то есть, если, например, вы вступили в противоречие с обществом, либо вы будете постоянно переживать давление этого общества, да, либо оно найдет способ отнять то, что вы получили, ну, либо надо удаляться от этого общества. То есть, если ваши цели с целями вашего общества не совпадают, то есть смысл с этим обществом разбежаться. И, там, наш опыт, опыт нашей страны последних лет ста, он показывает, что, ну, как бы, это вполне реальная жизненная стратегия. Да, страна идет в одну сторону, если, как бы, тебе с ней не по пути, пожалуйста, иди в другую сторону. Будешь ли ты при этом счастливым, ну, как бы. Есть варианты. И есть и положительные варианты, есть и негативные варианты. Да, то есть, есть ситуация, когда человек пошел вместе с другим обществом и все, и окей, полная гармония. Есть пошел с другим обществом и этот человек уничтожен. Но я считаю, что нужно проверять всегда на пользу себе и пользу обществу. Если есть конфликт между этой пользой, то нужно от этого общества удаляться. Либо менять цели, либо искать другое общество. Вот проверка желания на превращение в цель. Устойчивость, сила принесет пользу мне и экологичность. Совпадение с пользой обществу. Понятно ли эта мысль? Если она понятна, напишите в чате, что понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Есть хотелка посмотреть спектакль «Стискорить за плавной роли». Он хорош, кстати. Я видел его в деле. Так, понятно. Есть. Ребята, давайте, просьба, не писать в чате. Мы сейчас работаем, не писать в недельных или ежедневных отчетах. Это отвлекает. Потом, после занятия, напишите. Дальше. Нужно понять, опять же, прежде чем мы перейдем к целям, нужно понять отличие цели от задачи. Что такое задача? Вот, например, мне нужно сходить в магазин. Хотя нет, плохой пример. В магазин я давно не хожу. Ну, например, да, мне нужно, там, книжку мне надо какую-нибудь купить. Я захожу на Озон, нахожу эту книжку, да, если это, там, наша на русском языке книжка, или если это, там, на английском языке, я захожу, там, на сайт Waterstones, или захожу на Amazon, да, заказываю книжку и оплачиваю ее, и мне эту книжку привозят, да. То есть, для меня зазор между постановкой цели, да, то есть я хочу, формулировка желания, да, я возникло желание прочитать какую-то книжку, да, я ее формулирую, я формулирую дальше, давайте так, не цель, намерение формулирую, да, я принимаю решение о том, что я эту книгу прочитаю. Дальше для меня, я иду по известному мне алгоритму действий, да, то есть я захожу на сайт, нахожу поиском эту книгу, нажимаю заказать, нажимаю купить, да, оплачиваю с карточки и дальше, и забываю об этом, и дальше через какое-то время, через пару дней эту книгу привозят, я ее читаю. Если она есть в электронном виде, там еще проще, да, то есть нажал одну кнопку, опять же, на литресе нашел, нажал купить, скинул на телефон, и уже вечером, да, поеду с ребенком в бассейн и сижу и читаю эту книжку, да, то есть все очень быстро, да, то есть мне не нужно ставить цель купить эту книгу, мне не нужно ставить ее в план, я ее осуществляю сразу же. То есть что такое задача? Задача – это когда я в точности знаю, как это сделать. Например, для кого-то может быть цель написать книгу, да, например, цель на год написать книгу, написать, издать и сделать без цели. И я вполне могу себе это понять. Более того, я в свое время, когда мне было лет 17, я даже не то, что написать книгу, а я думал, вот если у меня за всю мою жизнь хотя бы одну мою строчку напечатают где-нибудь в газете, я буду считать, что у меня уже все получилось. Да, потому что я все время читал биографии разных авторов, которые там при жизни напечатали, а после смерти признали. И мое первое стихотворение в областной газете напечатали, мне было 17 лет, я учился на первом курсе. Да, то есть цель внезапно очень быстро осуществилась. Первый роман я написал, мне было 22 года. И его сразу же издали. Первый же роман, который был написан, он сразу же его издали. Пьесы написал, начали ставить. Сценарий написал, начали снимать. То есть ставишь цели, думаешь, что все, это цель на жизнь, и очень быстро осуществляется. То есть вот эта цель, написать книгу, я ее сейчас бы даже не ставил бы в план. Ну и еще написать 5 книг, например. Сейчас я уже книг не пишу, опять же, задача, стратегия, вернее, пишу, но там отдельная история. Но я этой целью не ставлю этой целью, потому что для меня порядок действий, написание книги, сколько у меня их вышло, 36 или 37, он мне очень, он мне понятен. То есть я по нему иду автоматически. И он достаточно простой, там ничего сложного нет. То есть что такое цель? Задача, когда я в точности знаю, как это сделать. Цель, у меня есть план, то есть у меня есть некое предварительное представление о том, что делать, но я не знаю, сработает ли он. Есть какие-то лакуны, есть какие-то действия, которые мне неизвестны. Есть какие-то действия, которые мне еще надо найти. То есть когда задача, я в точности знаю, какие шаги мне нужно предпринять. Я просто их предпринимаю, получаю результат. А цель, я не знаю, принесет действие результат или нет. Насколько понятно ли вот это отличие между целью и задачей? То есть если у вас есть какая-то задача, вы ее ставите на место цели, то вы себе слишком упрощаете жизнь. То есть если ваша цель, она на уровне задачи, если вы все знаете, что делать, ее можно, ну как бы уровень приоритетности можно понизить и заняться чем-то другим. И причем эта задача, она может быть достаточно важной. Допустим, выплатить кредит за квартиру. Все понятно, что делать. Каждый месяц выплачивать 200 тысяч рублей, например. И график погашения есть, и вот вы там за два года выплачиваете. Не надо ставить это целью. То есть можно фокус внимания сосредоточить на чем-то другом. А это, они вообще могут быть автоматическими, эти выплаты. Важно ли выплатить кредит? Да важно, конечно. Но можно не фокусировать на это свое внимание. И это вам высвобождает энергию для еще какой-нибудь интересной цели. А при этом, если цель поставлена неправильно, она все время нуждается в подпитке мотивации. То есть все время нужно себя заставлять. Все время нужно... подумала о цели и все, сразу все опало. То есть все упало, все пропало. И сил сразу же нет. И нужно тебя как-то взвинчивать, нужно себя заставлять. А правильно поставленная цель, она сама по себе дает энергию для ее осуществления. То есть если она правильно сформулирована, если она на правильном месте, в правильное время, то есть если все с целью правильно, вы ее осуществили, вы только о ней подумали, и она сразу дает вам энергию. То есть если, не знаю, вам надо написать диссертацию или надо написать книгу, одна мысль о книге сразу же вас выжигает. Это можно сделать. Сконцентрировать силы и сделать закрыт гештальт, перешагнуть через это и дальше пойти. У меня были такие книги, кстати, которые вот так трудно очень шли. Но в целом хорошая, правильно поставленная цель, она сразу же дает энергию. Так, разве задачи не ставят для достижения цели? Типа для достижения цели мы решим следующие задачи 1, 2, 3. Смотрите, если вы в точности знаете, какие задачи вам нужно решать на пути к цели, то это не цель, а задача. То есть, если вы точно знаете все шаги, которые вы делаете, вам просто нужно осуществить эти шаги. То есть, цель становится целью тогда, когда есть на пути к ней что-то, чего вы пока не знаете, как сделать. хорошо, идем дальше. Сейчас я вам дам инструмент для постановки. Мы начнем с цели на год. Я уже просил вас подумать над тем, какая у вас цель на год и какая цель на жизнь. И вот мы сегодня мы с вами займемся целями на год. Следующее и поза следующее занятие мы будем о жизни. Будем о жизни вообще в целом говорить. Есть множество самых разных инструментов. Я что называется достижением цели. Достижение цели это прекрасный спорт, замечательный. и я много лет занимаюсь. И все цели более или менее достигнуты. Ну, если не считать нереалистичных целей разных, которые я в юности ставил. Например, в свое время я поставил цель жениться на Мадонне. Была такая странная фантазия, когда мне было лет 15 или 16. Я даже поспорил со своим одноклассником на ящик водки, что я к какой-то там строк был 8 лет, по-моему. То есть это типа к 96-му году я должен был жениться на Мадонне. Но я никаких действий для этого не предпринял. И как вы думаете, что произошло? Я проиграл этот спор. Я просто утратил связь с этим человеком. Его зовут Алексей Пшеницын. Это мой Одноклассник. И если вдруг кто-то из вас имеет поддерживать с ним связь какую-то, передайте, что я готов ящик водки, денежный эквивалент ящика водки или еще каким-то образом я готов проигранный спор. Естественно, долг чести должен быть выплачен. Я признаю признаю долг за этот проигранный спор. Так вот, что касается целей. Есть очень хороший инструмент, которым я давно пользуюсь. Я самые разные инструменты пробовал. Я его действительно люблю. Мы его и в работе сценарно используем. Этот инструмент называется спиральная динамика. Те, кто уже я знаю, что здесь большое количество людей, которые впервые на наших курсах, поэтому вы меньше с ним знакомы, а те, кто меня давно знает, знают, что я его очень люблю. Давайте так, знаком ли вам, напишите в чате, знаком ли вам этот инструмент? Знаете ли вы, что такое спиральная динамика? Если для меня написание издания романа с собственными иллюстрациями, огромная работа, тогда это же цель на год. Вне всякого сомнения написание книги может быть хорошая цель на год. Прекрасная замечательная цель на год. Но может, понимаете, вы можете в течение года написать книгу и еще написать сценарий, написать еще пьесу, и еще марафон пробежать, еще миллион заработать, то есть вы все это можете сделать, а цель при этом может быть вообще другая. То есть все это как бы у каждого своя жизненная ситуация. То есть очень важно, чтобы вы понимали, что вот все, что я даю, я вам даю набор инструментов. То есть у меня нет задачи, чтобы все участники этого курса превратились в еще одного Александра Молчанова. То есть чтобы вы просто сделали в точности то, что делаю я. У нас у всех разные жизненные ситуации, разный контекст, разный возраст, разное окружение. И нужно просто эти инструменты выбрать и использовать их таким образом, каким это будет максимально полезно для вас для вас в вашем контексте. И что-то много не знают. Да, конечно, я на магнии, на гуде денег я давал, и в мастерской я даю. Но ничего страшного, я вам расскажу ее вкратце. Значит, смотрите, есть книга, я ее все время забываю, как она называется, братское название достаточно. Так, книга называется «Спиральная динамика на…» А, нет, нет, это не то. Донбек. «Спиральная динамика управляет ценностями, лидерами, лидерством и изменениями в 21 веке Донбек и Крис Колонг». Вот это основатели этой модели спиральной динамики. Книга доступна, можно ее скачать, прочитать. Редкий случай, когда я ее читал, редкий случай, когда я рекомендую к авторам метода не обращаться, потому что книга очень-очень занудная и все, что нужно знать, я вам расскажу и так сегодня. Саму модель вы поймете. Если кто-то любит в первоисточнике зарыться, найдите ее, скачайте или купите и прочитайте. У нас такой пропагандист этого метода спиральной динамики, от которого я и узнал про нее, это Анатолий Баляев. Я с ним познакомился на одном из тренингов Вадима Демчок много лет назад, лет 8 назад. И у Анатолия я учился лично, двухмесячный коучинг, проходил индивидуальный и, в общем, мне кажется, с методом разобрался довольно хорошо. Можно еще раз название книги? В Яндекс забиваете спиральная динамика и находите ее. Давайте уж или переслушайте повтор в записи. Я так длинное и занудное название, поэтому я его не запомнил и запомню вряд ли. Значит, что такое спиральная динамика? Это модель, описывающая существование сложных систем. Что такое сложная система? Вот человек это сложная система и он в своем развитии проходит разные стадии. компания сложная система, рок-группа сложная система, семья сложная система, государство сложная система. И вот они обнаружили, эти авторы исследователи обнаружили, что любая сложная система в своем развитии проходит одинаковые стадии. И вот они создали такую модель, они исследовали эти стадии и создали модель спиральной динамики, которая, на мой взгляд, работает гораздо лучше, именно практически работает гораздо лучше, чем и пирамида Дилтса, и пирамида Маслоу, то есть все эти пирамиды, есть тоже большое количество разных различных моделей, у нас у Дмитрия Богданова есть довольно любопытная модель градиент-матрицы, но вот эта модель спиральной динамики, на мой взгляд, она самая универсальная. Выглядит она следующим образом, я ее сейчас вам опишу, все уровни, естественно, там нет задачи, чтобы вы ее сразу же выучили наизусть, ничего страшного, опять же, в любом поисковике забьете спиральная динамика, выскочит куча картинок, любую, скачайте себе визуально, чтобы иметь перед глазами эти цвета и легко, легко, достаточно запомнить. По легенде эти цвета ничего не обозначают, это просто цвета маркеров, которыми они отмечали уровень. Итак, первый уровень это бежевый, бежевый уровень это уровень выживания, то есть как только система возникла, задача этой системы это выжить, то есть человек родился, задача человека первые три года это выжить, задача младенца. Он не делает ничего, кроме того, что выживает. Дальше, следующий уровень фиолетовый. На фиолетовом уровне мы, фиолетовый это уровень комьюнити, на этом уровне мы ищем своих, на этом же уровне все воображаемые друзья, то есть вся мифология, все легенды, вся религия, да, это все все друзья, в том числе и воображаемые, да, находятся на этом фиолетовом, ну или в оригинале пурпурном уровне, purple. Следующий уровень это красный, это уровень завоевания территории. Да, вот мы выжили, вот мы родились, появились, как система, мы нашли своих, дальше, как только своих нашли, дальше начинается завоевание территории. Да, на этой стадии мы стараемся прославиться, разбогатеть, сделать карьеру, да, то есть совершить какое-то научное открытие, каким-то образом себя зарекомендовать, да, то есть есть люди, которые всю жизнь жили на красном уровне, да, как, например, Александр Македонский, который всю жизнь завоевывал территории, да, но он завоевав эти территории, он не смог что сделать? Он не смог удержать их, да, то есть он территории-то завоевал, а вот империю построить на этих завоеванных территориях не смог. И вот следующий уровень это синий, это строительство системы, да, то есть на этом уровне мы строим семью, строим государство, выполняем долг, пишем законы, создаем, да, то есть строим некую систему на захваченной территории. Дальше, следующий, оранжевый. Оранжевый это стать номер один, да, то есть стать лучшим в своем деле. Территорию завоевали, систему построили, да, своих нашли, выжили, все это сделали, да, теперь что? Теперь задача стать лучшим, совершить какой-то подвиг, достичь, сделать какое-то достижение, заниматься самосовершенствованием, себя изменить, да, изменив природу свою, да, то есть стать лучшим на своей вот этой вот построенной, захваченной территории. Ну, или с другими системами соревноваться, там уже каждый себе выбирает сам размер вот этого вот стать лучшим. Дальше, следующее, лучшим стал, да, следующее, сделать всем хорошо. Зеленый уровень экологичности, восстановить справедливость, помочь всем окружающим, вин-вин, стратегия вин-вин, да, то есть мы выиграем, я выиграю, ты выиграешь, да, то есть сделать так, чтобы хорошо было не только вам, но и всем остальным вокруг. Дальше, следующий, желтый, желтый уровень своего предназначения, да, то есть на этом уровне, когда вы все вот это прошли, вот на желтом уровне, вы начинаете разбираться, собственно, а что является моей миссией, да, то есть если, вообще, что такое миссия, да, если мы исходим из того, что все в мире переплетено, да, все в мире связано, что мы являемся частью какой-то большей системы, то сразу же возникает, если есть система, если мы исходим из того, что система есть, да, можно подходить к этому так, что нет никакой системы, есть хаос, что хочу, что творю. Так жить очень сложно, да, потому что с хаосом иметь дело, нужно найти какую-то систему взаимодействия, систему нашли, ищите место свое в этой системе, место нашли в этой системе, да, вернее, а для того, чтобы найти место в этой системе, вам нужно понимать, а зачем вы в этой системе, да, то есть какую функцию вы в ней выполняете. И тут возникает вопрос, а какая миссия, да, то есть если я здесь зачем-то, значит, меня кто-то сюда послал, да, то есть мне кто-то дал какую-то задачу, у меня есть какая-то задача, есть какая-то миссия. И вот определение этой миссии, да, является содержанием желтого уровня. При этом вы совершенно может оказаться так, что найдя этот желтый уровень, да, на этом уровне вы разрушите вообще все, что было до этого. Да, все, что захватили, систему построили, стали номером один, сделали всем хорошо, и потом раз, и все разрушили, потому что поняли, что предназначение какое-то другое, да, такое тоже может быть. Но чаще всего, конечно, мы интуитивно движемся к этому своему предназначению, и мы его понимаем только тогда, когда прошли все предыдущие уровни, и вот там где-то наверху нашли его. Поэтому, кстати, очень, я, скажем, я не согласен, есть такая мысль, что, типа, надо сначала найти свое предназначение, и тогда вам ни дня в жизни не придется работать. Очень часто видишь таких людей, которым жрать нечего, да, которые там предназначение свое ищут. Ну, как бы, если тебе нечего жрать, сначала реши проблему жратвы, да, безопасности, окружения, да. Построй вокруг себя пространство, в котором ты можешь развиваться дальше, и дальше ищи свое предназначение. А вот, а все эти, буду искать свое предназначение, живя в бочке, и такое предназначение найдете, бочковое. Вот, и, наконец, последний уровень, бирюзовый уровень. Это уровень глобальности, да, то есть уровень, в котором вы совершаете какую-то работу на уровне всей системы. И при этом здесь важно, да, что этически это никак не оценивается, да, то есть вы приносите ли вы пользу этой системе, приносите ли вы вред этой системе, да, Да, система никак это не оценивает, да, то есть и Христос, и Будда, и Конфуций, и Чингисхан, и Гитлер, да, Они все одинаково существовали на бирюзовом уровне, да, то есть они совершали какие-то действия, которые влияли на систему на глобальном уровне. Плюс и бедминус. Ну, и есть еще, что же тоже мне нравится, красота этой системы, чем, что есть следующий уровень за бирюзовым, коралловым, характеристики которого неизвестно, да, то есть это такое упражнение на подумать, а что могло бы быть за бирюзовым уровнем. У меня есть своя гипотеза некая, вот вам тоже, да, если интересно, подумайте. Итак, вот у нас есть все эти уровни, да, бежевый, фиолетовый, красный, синий, оранжевый, зеленый, желтый, бирюзовый. И очень часто бывает так, что люди, во-первых, да, очень часто люди неадекватно оценивают свое текущее положение, свой текущий уровень, да, то есть когда человек сидит, да, ему нечем заплатить, сидит, голодает, ему нечем заплатить за съемную квартиру, да, а он проводит тренинги по предназначению, да, причем там сам еще свое предназначение не нашел, не решил свои проблемы предыдущих уровней, да, а кого-то, чему-то, других чему-то лучше. Вот. Может такое быть вполне. И здесь идет восприятие такое не очень адекватное. При этом может быть так, что человек в течение своей жизни, да, совершает какие-то, ну, не знаю, например, перемещения, в которых он снова-заново проходит все уровни, уже достигнув высших уровней. Да, например, там, не знаю, я вам там про Сямжи говорил, да, я там к 17 годам в Сямжи уже там совершенно точно где-то там на желтом уровне болтался, да, то есть для меня там все комьюнити мне было понятно, да, то есть все взаимодействия, там, система жизни была устроена, номер один там я вне всякого сомнения был номер один, да, экологичность была отстроена, да, то есть все там было в порядке к 17 годам. Я переезжаю в Вологду, поступаю в университет, да, и я падаю сразу же на бежевые окна, да, и много лет после этого снова-снова прохожу, опять дохожу до какой-то ситуации, когда там все построено, все отлажено, я там главный редактор газеты, да, то есть все это самое, да, я снова начинаю думать о том, ну, окей, хорошо, опять всего достиг, да, а теперь, собственно, а что я хочу, да, я переезжаю в Москву и опять падаю на бежевые уровни, да, дохожу к 30 годам, становлюсь главным редактором журнала, да, и опять все разрушаю, дохожу до желтого уровня, все разрушаю, начинаю опять все сначала, иду учиться во ВГИК, начинаю писать сценарий, там, и так далее, и так далее, да, то есть человек в течение жизни вполне может несколько раз проходить вот этот путь, да, то есть каждый переезд, он вас обратно откидывает на бежевый уровень, более того, даже если вы просто приезжаете в другой город, вы сразу же оказываетесь на бежевом уровне, да, потому что вам надо сначала найти свой отель, да, найти такси, найти где ресторан, продуктовый магазин, да, то есть и вы несколько часов находитесь на бежевом уровне, то есть вы решаете вопросы своего выживания. Понятно, что если, как бы, вам знакома ситуация, вы это быстро достаточно решите, да, и начинаете там искать себе водителя, гида, да, фиолетовый уровень, дальше начинаете завоевывать территорию, ага, где тут центральная площадь, где тут метро, да, то есть начинаете осматриваться, да, потом строите системы, да, хорошо, вот здесь я сегодня район Трастеллери смотрю, да, завтра я смотрю там еще какой-то район, то есть вы составляете план и начинаете там систематически жить в этом городе, да, и это может там за три дня пройти. Может быть откат из-за внешних событий, да, то есть, например, там у нас была ситуация, когда мы, допустим, когда там чуть больше года назад заблокировали соцсети, у нас был очень сильный аккаунт в фейсбуке, например, у нас было там по 300 тысяч подписчиков, да, то есть была большая достаточно аудитория, в которую, ну, там, миллионы рублей были вложены в то, чтобы раскрутить этот аккаунт, да, и в один момент мы это потеряли, по сути, да, то есть сейчас охват тысяч человек читает, дай бог если, вот. Вот, и, а здесь ВКонтакте, где у нас с вами идет эфир, да, у меня был новый аккаунт, было типа 100 подписчиков, да, сейчас здесь 60 тысяч подписчиков с лишним, да, то есть я резко откатился на красный уровень, когда должен был заново завоевывать, да, собирать аудиторию, завоевывать новую аудиторию, собирать, собирать старую, да, и это заняло какое-то время, когда была построена система сбора подписчиков заново, там, и так далее, и так далее, вот. Вот, и до оранжевого я тут еще не дошел, да, то есть я далеко не, то есть я мог себе говорить, что там в своей области, там, на Фейсбуке я уж точно номер один, да, ВКонтакте я далеко не номер один, вот. Вот, поэтому тут еще до оранжевого уровня еще долго, то есть может быть откат из-за внешних событий, может быть так, что в разных аспектах жизни вы находитесь на разных уровнях, да, условно говоря, в отношениях на одном уровне, в деньгах на другом уровне, в учебе на другом уровне, да, то есть разные уровни в разных аспектах жизни. Если вам кажется, что вы уже где-то наверху, но при этом у вас какой-то нижний уровень фонит, да, то есть тоже часто бывает, что люди неадекватно оценивают свой уровень, такие, я на бирюзовом уровне, я меняю мир, но при этом мне нечем заплатить за интернет, да, то есть на самом деле вы тупо на бежевом уровне, да, то есть то, что вам хочется на бирюзовый уровень, вовсе не значит, что вы уже на нем, да, то есть если вам нечем заплатить за квартиру, если вам нечем заплатить за интернет, то вы на биржевом уровне, и вам надо именно на биржевом уровне решать проблему. Поэтому вот здесь неадекватность, она очень опасна, но если вы адекватно оцениваете свой уровень, вот эта система, она очень легко помогает, собственно, понять, а в каком направлении двигаться, что мне надо делать сейчас. И человек понимает, ага, вот сейчас я должен искать свои, соответственно, нужно, там, не знаю, идти на учебу на какую-то, где знакомиться с людьми, ходить на какие-то мероприятия, опять же, где знакомиться с людьми, общаться в интернете, подписываться на новых людей, да, вести переписку, не знаю, интервью у них брать, то есть искать какие-то способы коммуникации с новыми людьми. Да, если завоевание территории, да, значит, соответственно, если вам не хватает аудитории, да, нужно аудиторию собирать, завоевывать, и, соответственно, целенаправленные действия предпринимать для расширения аудитории, для расширения своей территории. Если уже захватили и рветесь на части, да, то есть территория большая, но там, уже не знаю, что с ними делать, да, стоит очередь из консультации в 20 человек, и уже что делать, да, надо строить систему, соответственно, да, чтобы не было этой очереди, а она, чтобы была, там, каким-то образом систематизирована. Систематизировали, отстроили, дальше становиться номером один в своей нише. То есть тут все, как бы, вот она чем хороша, тем, что она проста, но не проще, чем надо. Да, то есть она позволяет структурировать, как бы, структурировать этот хаос повседневной жизни и определять, собственно, куда двигаться. И в итоге получается так, что у вас может быть год, и это нормально совершенно, когда вы посвящаете, там, например, год жизни какой-то одной задаче, да, например, там, не знаю, семья, родился ребенок, да, и, соответственно, там, ну, год надо посвятить ребенку. Когда у меня родился ребенок, я, хотя я, там, был вынужден зарабатывать, там, кратно больше денег, я написал, я почти подсчитывал, я 50, по-моему, 7 серий написал за этот год, да, но при этом, там, основным приоритетом был, что было, как бы, направлено на решение одной задачи, да, может быть, год посвященный, не знаю, там, строительству дома, например, да, или, там, покупке квартиры, может быть, год посвященный только образованию, может быть, год посвященный только деньгам, только заработку, например, у вас там крупный долг какой-то висит, и, соответственно, да, пока вы его не выплатите, вы ничего не можете делать, да, ну, сосредоточьтесь и делайте, да, то есть, если не получается его в фоновом режиме выплачивать, и полностью посвятите этой задаче, да, решить, то есть, если вы не можете выжить, не можете выживать без выплаты, этого долга должны соответственно значит все на нем и надо сосредоточиться а основа остальные основные остальные задачи перекинуть на следующий год понятно ли это мысль понятно или если есть вопросы то задайте вопросы олеся пишет сейчас столкнулась с разнообразием целей целей многого всех есть общая точка пересечения пока не могу отсечь лишь лишний ну вот вы посмотрите на где вы на каком уровне вы находитесь в этой в этой структуре с практической магии у меня вопрос получается что если так и не становишься номером один то думать о предназначении нельзя можно думать и о предназначении и о глобальности обо всем что угодно можно думать более того есть люди которые сразу же понимают свое предназначение то есть все и еще раз эта модель это очень большое упрощение поэтому вполне вполне может быть так что вы еще не стали ну вы вообще еще на уровне выживания находитесь да ну вы уже знаете свое предназначение такое тоже может быть но может быть так что когда вы пройдет просто задачи надо решать не связанные с предназначением например я понимаю что мое предназначение быть поэтом да но я нахожусь на уровне выживания я понимаю что написание стихов мне денег не принесет и мне беляж на обед мне не даст и крышу над головой не даст поэтому я иду спокойно предназначение свое зубы зажимаю и иду работать на стройку потому что стройка мне даст беляж на ужин и крышу над головой то есть это не не про то о чем думать это про то на каком уровне ставить цели а уже когда я решу вопросы выживания пришел вопросы комьюнити да найду общество поэтов обществу себе подобных поэтов издателей до захвачу территорию и так далее так далее да вот потом я буду искать осуществление своего предназначения так правильно ли я поняла что посмотреть на цели по сферам в разрезе спиральной динамики взять приоритет ту которая на самом низком уровне хороший вопрос на самом деле вопрос насколько эта цель которая находится на низком уровне насколько она для вас важно да то есть опять же у вас может быть там не знаю как бы каком-то аспекте вашей жизни вы находитесь на бежевом уровне да но этот аспект жизни он для вас не не столько важен как другие какие-то аспекты жизни потом окажется что и поэзия нафиг не нужно может такое быть вполне может быть такое что вы пройдете этот путь и поймете что если на самом деле окажется что она нафиг не нужна то это значит что она и на предыдущем уровне нафиг не нужно было и это очень обидно знаете когда вы у вас есть какое-то представление о о том что является вашим предназначением да и потом когда вы туда приходите оказывается что это ерунда как и что вообще вам вам это не надо такое бывает но лучше это понять лучше позже это понять но лучше понять это все равно потому что есть люди которые так до конца жизни этого не понимают так хорошо окей дальше что мы делаем то есть вот смотрим где наху где вы находитесь на каком уровне вы находитесь на этом уровне формируем цель и дальше мы цель смартуем да то есть мы ее формулируем так цель во первых конкретную как цель измеримую smart знаете наверно что такое да если не знаете поищите опять же поиском конкретно измеримая достижимая и желанная да то есть цель должна достигать так как я уже говорил если нужна внешняя мотивация для достижения цели дату это не ваша цель и цель должна быть ограниченная во времени то есть вы должны за год этой цели достичь можете не достичь но ставим чтобы достичь дальше да то есть ну вот скажем так написать и издать книгу это хороший хорошо от мартованная цель а вот стать писателем это плохо от мартованная цель да то есть вот что или стать сценаристом до написать сценарий за который который вас купит и заплатят вам деньги это хорошая цель достать сценаристом плохая цель стать штатным сценаристом ну или сценаристом на договоре в какой-то компании хорошая цель попасть киноиндустрию плохая цель потому что вы не можете понять остался я уже писателя в свое время опять же там я все время для меня было вопросом хорошо но вот у меня вышел мой сценарий сняли вышел снятый по моему сценарию там сюжет вышел в теле на канале россия я уже могу считать себя сценаристом или нет вот первая серия сериала вышла на на канале нтв могу уже считать себе сценаристом или нет вот меня приняли в союз кинематографистов могу уже считать себя сценаристом или нет вот я устал отработать зарабатывает только сценарной работы могу уже считать сценаристом да то есть вот как бы если вы цель формулируйте вот так зыбко дату вы не можете понять достиг я цели или нет Стал ли я писателем уже или нет? Непонятно. А если книгу в руках изданную подержать, здесь все понятно. Ты либо держишь в руках книгу, либо не держишь. Она у тебя либо есть, либо нет. Нет никаких разночтений. Либо плюс, либо минус. Вот она должна быть такая цель. Либо плюс, либо минус. Теперь важный аспект. В кино я, на самом деле, понятно, что, ну, коль скоро я занимаюсь сценарным мастерством, занимаюсь ритейлингом, понятно, что я, наверное, сильно погружен в эту тему и на все смотрю, как если у меня в руке молоток, все кажется гвоздем. То есть, если я вооружен инструментами старитейлинга, значит, все вокруг кажется историей. Но это действительно так. Старитейлинг – это самый сильный инструмент и работающее вещество во всем. То есть, в религии, в магии, в политике, в бизнесе, везде работающее вещество именно старитейлинг. Все остальное – это предметная область. И в кино, в хорошем фильме у героя всегда две цели. Одна цель – это внешнее, то, чего хочет герой, и он осознает это как цель. И вторая цель – внутренняя. Внутренняя цель – это настоящая цель героя. Это то, чего хочет герой на самом деле. Но он понимает это только в середине пути, в середине истории. И эти цели всегда конфликтует. И в хорошем фильме герой половину фильма идет к одной цели, а потом понимает, что цель у него другая. И он начинает делать что-то другое. У него меняется план. Так вот, в хорошей жизни цель тоже меняется. И мы можем, раз эта цель внутренняя, то мы ее и не видим очень часто. И мы не понимаем, что является нашей целью. Но поскольку у нас есть инструменты предвидения, и это не карты Таро, а старителлинг, инструменты старителлинга, мы можем предположить, что наша внутренняя цель находится на следующем уровне. То есть, когда мы ставим цель выжить, мы понимаем, что следующий уровень фиолетовый, и на следующем уровне нам нужны будут люди. И желательно выполнять, достигать своей цели на своем уровне, уже заглядывая на следующий уровень. То есть, стараться выжить не просто выжить, а выжить, но постоянно заводя новые знакомства. Например, когда я приехал в Москву, у меня был такой черный блокнотик, тогда еще мобильного телефона у меня не было, в которой я писал контакты. И я очень системно занимался нетворкингом. То есть, у меня были телефоны всех главных редакторов в Москве. Но, помимо этого, у меня был телефон лучшего стоматолога, телефон лучшего гинеколога, телефон человека, который делал регистрации. И так далее, и так далее. Вот куча-куча разных телефонов. У меня, значит, один приятель, когда мы работали в газете, он говорит, сейчас типа Молчанов достанет свой черный блокнотик. То есть, там типа, нужно, а кто у нас отвечает в Москве за, не знаю, ядерные полигоны. Сейчас Молчанов достанет свой черный блокнотик. И я, значит, доставал свой черный блокнотик, находил там телефон человека, который занимался, не знаю, бутовским полигоном и находил эти контакты. То есть, это был системный сбор контактов. То есть, я занимался выживанием, но параллельно уже выстраивал какую-то систему нетворкинга. То есть, выстраивал вокруг себя, выстраивал какой-то комьюнити. С кем я общаюсь здесь, с кем я общаюсь здесь. То есть, выстраивал какое-то общество. И это помогало мне выживать, в числе прочего. Например, когда была в начале нулевых гребанная цепь, так называемая, когда издание закрывали один за другим, у меня всегда была работа. Ну, не сценарная, а в смысле журналистская. Вот, именно помогало то, что была хорошая фиолетовая, на фиолетовом уровне, это было абсолютно интуитивно сделать. Вот, сейчас я понимаю, что вот все делал правильно, но это же можно делать и сознательно. Соответственно, если вы уже на фиолетовом уровне, то уже надо начинать думать и как территорию захватывать. То есть, у вас есть комьюнити, есть друзья, есть круг общения. Надо думать, как расширять этот круг общения. Расширили, нужно думать, как систематизировать, нужно как себя позиционировать, как выстраивать, какая у вас CRM-система, как вы это все структурируете информацию и так далее. То есть, не только на текущем уровне работать и существовать, но все время иметь в виду, что у вас следующий уровень, что вы будете делать, перейдя на следующий уровень. Соответственно, цель я советую ставить на своем текущем уровне и иметь следующую цель, как внутреннюю цель, иметь цель на следующем уровне. Вот то, что я хотел вам сегодня рассказать. Я попрошу вас по ответствии с этой схемой в течение недели сформулировать, даже если она у вас уже была сформулирована, сформулировать свою цель на год и сформулировать свою внутреннюю цель на год. Она может быть секретная, если секретная, так и пишите. Цель секретная. Все равно пишите. Отчеты – это наши ежевечерние селфи, ежевечерние отчеты о том, что радовало. И еженедельные эфиры, и еженедельные в конце недели отчеты за неделю – это и есть работающие вещества нашего тренинга. То есть, если вы их просто сделаете, вы получите результат. Если при этом вы не прослушаете ни одного вебинара, вы получите результат. А если вы будете слушать все вебинары, но ничего не делать, вы результата не получите. Это я вам гарантирую. Вот, собственно, что я вам хотел рассказать. Если все понятно, напишите, что все понятно. Домашнее задание понятно. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Значит, домашнее задание – сформулировать вашу цель за год, цель на год, внешнюю и внутреннюю. И каждое утро продолжаем делать селфи с улыбкой. В конце дня пишем, чему радовались. Все, всем все понятно. Отлично, супер. Тема непростая. И где писать цель? Здесь, в комментариях к этому уроку. Но мне кажется, что мы все довольно неплохо разобрали и разжевали. Все есть. Селфи с улыбкой продолжаю весь год. Да, селфи с улыбкой будем продолжать весь год. Я тоже буду продолжать. Ничего страшного. Меня совершенно не пугают ваши невыспавшиеся физиономии. Вас, надеюсь, тоже моя заспанная физиономия. Каждое утро в 7 утра, когда я везу ребенка в школу, надеюсь, тоже не сильно пугает. Поэтому улыбка, здесь улыбка важнее на самом деле. То есть улыбки, заходишь в комментарии и кайфуешь просто. Смотришь на улыбки, прям супер. Так что не стесняйтесь, постите. Если боитесь лицо, закрывайте лицо рукой, надевайте черные очки, ничего страшного. Фотографируйте только рот. Поэтому кайфуем. Лимит комментариев нет под постом? Да вроде нет. В прошлый раз 4 тысячи что ли было комментариев. Так что ограничений нет никаких. Моя хотелка крутая тачка из салона. Опять же, друзья, важно, чтобы вы понимали, что в хотелках нет ничего плохого. Почему бы и нет? Да, кстати говоря, только пишет. Мощное поле радости получается. Перелайкаешь 20 человек и хорошо. Я тоже, кстати, сижу в метро, еду, когда ребенка в школу закидываю. Сижу, смотрю, улыбки и лайкаю. Мне по кайфу. То есть это как бы вы выкладываете свою радость. Ну и другие люди заходят потом в комменты, смотришь на улыбающиеся лица и ты заряжаешься от этого. То есть просто в чистом виде. Это даже не психология, это физиология. То есть окситоцинчиком заряжаешься. Есть. Да, напоминаю, друзья, что у нас, я знаю, что здесь не все являются. Не все из вас пока поняли, что вы хотите стать сценаристами. Но вот те, кто уже понял, что вы хотите, вы все, конечно же, к концу этого года напишите свои сценарии, книги и пьесы. Для этого я собрал вас здесь не случайно. Как это Довлатов в свое время, Константин, который придумал такую штуку, зайдя в лифт, сказать, я собрал вас здесь не случайно. И вот я один раз попробовал это сделать, когда ехал на 36 этаж в Москва-Сити. Там собралась толпа, там большие лифты, куча народу собралась. Я говорю, ну что ж, я собрал вас здесь не случайно. И молчу. Переглядность потом рожать начали. И мы пока ехали до 36 этажа, там просто народ угорал. Вот, так что я вас собрал здесь не случайно. Сценарий вы все напишите. Те, кто уже понял, что вы хотите писать сценарий, то вот у нас идет набор на тем самым... Набор идет на курсе телесериала. Там что-то за выходные эти заявок 15, наверное, нападало. Так что давайте присоединяйтесь. Да, все пишем здесь. У нас дублируется, видео дублируется в группе нашей, в этом самом, на Дзене, на Ютубе, там и так далее, в подкасте. То есть везде все это есть. А пишем мы здесь. Собирайтесь на моей странице. Лучше просто в одном месте писать все. Потому что здесь, все здесь. Мы все здесь. Да, и постить это где-нибудь где-то в группе, где там три комментария. Это, мне кажется, довольно грустно. Веселей, если... То есть чем больше людей, да, тем плотнее и гуще поле. Да, сценарий своей новой жизни. Так и есть, кстати говоря. Удивительно, да, чем дальше я изучаю вот это ремесло старителлинга, тем больше я понимаю, что все им пронизано. Что все стоит, все стоит на старителлинге. И экономика, и политика, и психология, да, что все везде, везде старителлинг. Ок. Ну все, вроде бы совсем разобрались, друзья. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за ваши вопросы. Увидимся. Увидимся в следующий понедельник, здесь же, на следующем уроке нашего года радости. Пока.